Прежде чем рассказать, попытаться объяснить, что вообще происходит у нас, нужно для начала понять, с чем мы имеем дело. То есть понять, что такое медицина, откуда она взялась, через какие этапы прошла или проходит и куда идет. Только тогда можно будет говорить что-то конкретное. Итак, это шаман, он буряцкий, насколько я понимаю, то есть он сейчас действующий. Именно так выглядит медицина примитивного социума. То есть это шаман, который к медицине не имеет никакого отношения, к человеку он не имеет никакого отношения, про человека он ничего не знает, кроме того, что у человека две руки, две ноги, одна голова. Все, что он делает, это изгоняет злых духов из тела человека путем каких-либо ритуалов. И, собственно говоря, повторяю, это примитивные социумы и кое-где они все еще сохранились по миру. Затем и в до нашей эры, и в нашу эру, в Китае, в Индии, в Японии, на Ближнем Востоке, в арабских странах было большое развитие медицины. То есть появились врачи, то есть это уже были люди, которые не являлись шаманами, не являлись религиозными деятелями, это врачи. И отличительной особенностью тех времен являлось то, что они тоже ничего не знали про человека настоящего, потому что вскрывать трупы было запрещено, залезать внутрь человека было запрещено. У них были абсолютно не имеющие никакой реальности понятия о том, как функционировать человеческое тело, что с ним происходит. Тем не менее, это были очень успешные доктора, то есть все, что они делали, это были чистые практики, ремесленники, можно сказать. Все, что они делали, было очень успешно. В Древней Индии, в Древнем Китае было до 700-800 разных лекарств, которые даже действовали. Эти доктора в Древней Греции, в Древнем Риме делали в том числе и довольно сложные операции, например, по удалению камня и желчного пузыря. То есть довольно серьезные были доктора, при том, что у них, повторяю, не было никаких фундаментальных знаний про самого человека. И такая ситуация продолжалась, ну, примерно до средних веков, когда в Европе появились, ну, это 19-й век, это 18-й век, когда стали появляться первые настоящие фундаментальные знания о человеческом теле, появилась анатомия как таковая, появилась физиология как наука, вообще появилась медицина как наука. Все, что было до медицины, была все, сплошная практика, только практика, никакой науки там не было. Ну, примерно в 17-18 веке потихонечку появляется медицинская наука, появляются знания о человеческом теле, это связано с немножко отхождением религии от человека, немножко отделением от жизни. Это связано с тем, что появилось множество разных инструментов, приборов даже, как, например, простейший световой микроскоп. И таким образом появились и теория, и практика медицины. Раньше до этого, повторяя теории, как и того, и не было. Тем не менее, вся медицина, несмотря на то, что она уже преподавалась в университетах, но она преподавалась в университетах и в Древнем Китае тоже, то есть врачи не брались ниоткуда. Тем не менее, каждый раз это школы, то есть это передача опыта одного врача другому, это собственный опыт и практически полная бесконтрольность, отсутствие какого-либо контроля со стороны властей, то есть какой-то минимальный был, но тем не менее, врачи делали, что хотели. Во-первых, врач был, если помните Булгакова, земский доктор, который занимался всем, несмотря на то, что уже существовало небольшое отделение на специальности, ну или вот доктора, Филипп Филиппович и Иван Арнольдович берут некую собаку, пришивают к ней органы человека и смотрят, что получится. То есть доктора делали все, что хотели, и это выливалось в разные результаты. Либо вот этот вот прекрасный немецкий доктор Самойон Ганиман, который придумал из ничего то, что альтернативную медицину, которая называется гомеопатия. И таких альтернативных направлений также было достаточно много, и все они развивались на основе каких-то знаний, понимания процессов, происходящих в человеке и так далее. То есть до настоящего момента можно нашу землю представить именно так. То есть единение с природой, медицина берет свои корни из древности и является самостоятельной наукой, самостоятельной практикой. Сейчас мы живем в совершенно другом мире, планета та же, вид у нее совершенно другой. Мы живем в информационном мире, то есть, во-первых, не нужно учиться долгие годы в университете или куда-то ехать, чтобы познакомиться с чьим-то опытом. Достаточно взять любой прибор, даже телефон, и по телефону поговорить, либо по телефону через компьютер, через интернет посмотреть какие-то свежие научные данные, либо даже связаться со специалистом на другом конце планеты и получить от него консультацию. Все это происходит мгновенно. И все это ведет к очень многим изменениям. Не только среди врачей информация переходит очень быстро от одного к другому, но и среди пациентов, что тянет за собой многие сложности. Также и сама медицина очень изменилась. Она перестала быть наукой, которой занимаются только врачи. В медицине задействованы все люди. Вот, например, сейчас задействован наш оператор, который к медицине не имеет отношения, но тем не менее, через него информация попадает другим людям. И сама медицина то же самое. Приборы, которые придумывают инженеры, собирают другие инженеры, за которыми работают не врачи, а люди с каким-то абсолютно отличным от медицинского образования. Биологи, физики, химики, какие-то конструкторы дикие, которые создают каких-нибудь там нанороботов, которые используются в хирургии. То есть все это современная медицина, фармакологи, очень много людей, очень много разных фундаментальных, прикладных наук задействованы в медицинской сфере. И это делает медицину совершенно другой, нежели она была еще 50 лет назад. Современная медицина еще, помимо всего прочего, это система, большая система. То есть если доктор Варменталь или там Самуил Ганнеман могли работать в одиночку, полностью вести пациента, то сейчас это абсолютно не то, что невозможно, возможно, но тогда мы получаем результат с тех лет. Если мы хотим пользоваться современной медициной, то тогда у нас есть команда врачей, которые работают в какой-либо организации, которая является частью системы, которая окутывает весь земной шар. То есть у нас больше ста специальностей только медицинских. У нас десятки специальностей околомедицинских, то есть, например, лабораторных работников. У нас множество людей, которые инженеров, которые занимаются конструированием, обслуживанием и придумыванием приборов, которые принимают участие, которые задействованы в диагностике и лечении. Поэтому единственное, в чем врет сериал про доктора Хауса, что они все, а их не так много людей, заменяют собой и всех врачей, и всех специалистов лаборатории. Это совершенно невозможно, потому что даже образование у врачей и у врачей лаборатории разное. У нас даже дипломы разные. И больше того, есть даже специальности медицинские, которые от меня так же далеки, как океанстроение. Настолько другая область знаний, и настолько другая глубина знаний, другие инструменты, все другое. Никаких формул, просто натуральное грудное молоко мамочки. Объедение. У нее все лицо вот так опухло за эту ночь. Температуры нет. Гланды в норме. Она пропустила свою вакцинацию? Мы не делаем вакцинацию. Считаете, они не помогают? Я думаю, что фармацевтическая корпорация хочет, чтобы я считала, что они работают. Гнут свою линию. Разрешите? Конечно. Полностью натуральное. Никаких красителей. Хороший бизнес. Натуральные детские игрушки. Эти компании по производству игрушек, они бессистемно не повышают цены на своих лягушек. Они не лгут о том, сколько они тратят на исследование и разработку. Худшее, в чем можно обвинить игрушечную компанию, так это в создании действительно скучной лягушки. Знаете, какой еще есть хороший бизнес? Малюсенькие детские гробики. Вы можете заказать их в ярко-зеленой или огненно-красной окраске. Правда? Антитела во вкусной мамочке защищают ребенка только первые шесть месяцев. Поэтому эти компании считают, что они могут обжулить вас. Они считают, что вы потратите любую сумму, какую они запросят, чтобы не дать вашему ребенку умереть. Хотите все изменить? Докажите, что они неправы. Несколько сот таких родителей, как вы, решат, что уж лучше дать своим детям умереть, чем оторвать от себя 40 баксов на вакцинацию. Поверьте, цены снизятся очень быстро. Скажите мне, что у нее? Простуда. Любимая часть сериала, потому что доктор в телевизоре делает то, что я сделать не могу. А именно говорит всю правду с упоминанием детских пробов. А таких пациентов, которые отказываются, ну, в данном случае отказываются от вакцины-профилактики, либо отказываются от какого-либо лечения, обследования, очень-очень много. И объяснить им чего-то либо невозможно, либо нет времени. И почему это происходит? Это происходит потому, что люди в голове еще у себя не перестроились на тот мир, который происходит, в котором мы живем сейчас, на ту медицину, которая есть сейчас. Потому это происходит, что мир меняется очень быстро. Количество знаний, которое у нас есть, растет, выросло за последние 20-30 лет мимоверно. И с каждым днем скорость увеличения, скорость получения знаний все увеличивается и увеличивается. И поэтому люди, которые выросли, и даже врачи, которые учились еще при предыдущей системе, никак не могут переставиться на нынешнюю систему. А между тем мир уже переходит на следующий этап. Хотя мы еще даже не смогли перейти на то, что сейчас. И отсюда очень много проблем, очень много неверия, непонимания, как что работает, и у врачей в том числе. В частности здесь, например, мама говорит, что она подозревает корпорации взговоря в подделке результатов, с тем, чтобы заработать много денег. Между тем, в современной системе это не то, чтобы невозможно, но практически сведено к минимуму. Современная медицинская наука – это не какая-то единая корпорация, в которой люди работают все вместе, чтобы кого-нибудь обдурить. На самом деле это рынок с очень высокой конкуренцией. И в этой жесточайшей конкуренции одни исследователи пытаются сожрать других, каким путем? Поймав их на некомпетентности, на вранье, на какой-то личный поиск, личный выгод. Доктора, которые, ученые, которые врут, очень быстро теряют все. И два кита, на которых держится современная медицина – это повторяемый эксперимент. То есть любой эксперимент, который сделан в лаборатории, должен быть опубликован в журнале с подобной инструкцией, как он сделан, такой, чтобы люди в другой лаборатории, просто повторив эту инструкцию, получили тот же самый результат. И если этого не происходит, то те люди, которые это опубликовали, оказываются в глубокой заднице. И что касается мультицентровых, рандомизированных, поцебо-контролируемых, двойных или тройных слепотоследований, то есть это когда берется какой-то препарат, либо метод лечения, либо метод какого-либо. И берется несколько клиник мультицентровых, несколько клиник, желательно в разных частях света, с разными докторами, разными пациентами, разным культурным уровнем, экономическим уровнем. Рандомизированные, когда, ну, сначала двойные, то есть пациенты делятся на две либо на три группы, которые получают разные препараты. Плацебо-контролируемые, одна из этих групп получает плацебо. Рандомизированные, когда пациенты случайным образом выбираются, кто получает препарат, кто получает плацебо, слепые, когда пациент и доктор не знают, что получает пациент. Только таким способом, то есть проводится сначала такое лечение, затем вся информация свозится в какой-то дата-центр и уже обрабатывается. И только так скрываются конверты, кто что реально получал. Таким образом, максимально приближены к реальности, получаются результаты. И те компании, которые пытаются это сфальсифицировать, тоже очень сильно попадают на деньги, попадают на потерю репутации. И что касается компаний, то был один довольно кошмарный случай 30 лет назад, когда одна очень крупная фармацевтическая компания выпустила на рынок снотворное для беременных. Беременным оно очень нравилось, и по всей Европе его пили. А компания несколько сфальсифицировала отдельные главы отчета по научным исследованиям, по клиническим испытаниям этого препарата. И такие подчистки в документах заметили чиновники из американского агентства по Food and Drug Agency, которая занимается выпуском или не выпуском на американский рынок препаратов. И они прицепились к каким-то подчисткам и не пустили препарат на рынок. Компания очень много денег вложила, чтобы дисквентировать чиновницу, которая не пускала препарат, чтобы пытались нажать на само агентство. У них ничего не получилось, а через несколько лет, точнее, через несколько месяцев, если быть точным, стали рождаться дети с уродствами. И этот препарат был отозван. И сейчас он, правда, вернулся и применяется в очень тяжелых онкологических и металлогических случаев, но как снофлор, народ уже, естественно, для здоровых людей не пойдет. И я это рассказываю к тому, что, конечно же, всегда есть маневр для Армана, для какой-то подстасовки, потом подстасовки, но все это сводится к минимуму, по крайней мере, в тех государствах, в тех социумах, где государство жестко контролирует выработанные собой уже правила и законы. Итак, мы живем, или, по крайней мере, пытаемся жить, в мире доказательной медицины, который появился не так давно, всего лишь каких-то 20-30 лет назад. Это подход к медицинской практике, при которой решение о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимается исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению, распространению и всему подряд. Всем научным и медицинским сообществам в мире. И существуют уровни доказательности. От последнего И, когда мы проверили некий препарат и убедились совершенно точно, что он точно не работает, до А, когда мы проверили препарат и убедились, что он абсолютно эффективен, через С, когда мы ничего не проверяли, и поэтому не уверены, работает препарат или нет. Таких препаратов, особенно на российском рынке рынке, скажем так, бывшего Советского Союза, очень-очень-очень много. С. С, да. То есть мы не уверены, мы не знаем, что они, то ли они работают, то ли они не работают. Никто не проверял. И так, какой вывод из всего этого промежуточный можно сделать, что, несмотря на гигантский скачок в технологическом развитии, огромное количество знаний у нас появилось, возможностей, изменилась система здравоохранения, тем не менее, все как было, достаточно хаотично, так и остается. Происходит это, ну, потому что, как я уже говорил, невозможно быстро перейти от одной системы в другую. Невозможно сегодня жить в одной системе, завтра в другой. Очень много докторов работает еще и будет работать. Прекрасный доктор, которые учились и росли в предыдущей системе, они работают по-старому. И, собственно говоря, я пытаюсь рассказать, в каком мире мы пытаемся жить. Мы вследствие этого оказываемся на неком таком перепутье. В одну сторону у нас идет доказательная медицина, в другую сторону у нас будут пережитки из прошлого, в виде какой-то эльфийской аптечки, эльфийской методики. И посередине есть еще такой прекрасный путь разных совсем уже маргинальных идей, таких каких-то космических, парокосмических версий лечения. И все мы поголовно участвуем во всех трех областях в разной степени. Даже те люди, которые работают в доказательной медицине, время от времени обращаются к чему-то не очень проверенному, к чему-то не очень известному. И самыми опасными, по моему мнению, областями, самыми опасными в смысле выбора направлениями того являются иммунология, онкология, гематология. То есть те области, это одни из самых молодых направлений медицины, привившихся совсем недавно, просто из-за того, что эти области очень сильно завязаны в технический прогресс, и раньше это было просто невозможно было с этим работать никак. Люди, те же онкологические пациенты, просто умирали на ранних стадиях от онкологии. Сейчас, почему говорят, что онкологических больных стало больше? Не потому, что стало больше онкологии как таковое, а потому что люди с онкологией стали выживать. Они живут долго, они доживают до третьей-четвертой стадии. Они... Иммунитет вырубят. Наоборот. В данном случае. Если мы говорим про иммунологию, то какова история взаимоотношения человека, врача, медицины с иммунологией? Ну, попытки иммунизировать людей были еще до нашей эры, когда последников китайских императоров пытались привить от оспы с помощью выделений разных от переболевших коров и оспы, собственно говоря, коров. Только в конце XIX века небезызвестный Луи Пастер вообще произнес слово иммунитет. Впервые прозвучало в одной из его работ. Только в 50-е годы прошлого века, то есть, ну, на самом деле, всего полвека назад появилось слово иммунодефицит в учебниках по педиатрии американских. Только в 68-м году научились трансплантировать успешно костный мозг, то есть, что является одним из основных методов лечения при иммунодефицитах. То есть, фактически, только сколько, 47 лет назад, да, мы смогли вообще хоть что-то сделать с иммунитетом. К тому моменту другие области медицины уже очень сильно разлились, и там уже очень много знаний накоплено. Ну, собственно говоря, да, оно должно было переключаться, но я про это забыл. И в 97-м году и в 2008-м произошли коренные изменения в иммунологии, а именно появилась возможность раннего обнаружения ранней диагностики иммунодефицитных состояний, но это уже довольно специфическая тема, специальная. Какие у нас самые большие проблемы, опять же, на мой взгляд, самое большое, что мешает нам в лечении пациента? Это, во-первых, гомеопатия, и во-вторых, разгул средств, так называемых иммуномодуляторов, которые запланили телевизор, аптеки и наши аптечки. Знает ли кто-нибудь, что такое гомеопатия на самом деле? Болезнь? Болезнь? Гомеопатия? Нет, это лечение с помощью микроскопических доз разведений, да, каких-то? Не важно. Гомеопатия – это лечение с помощью отсутствующих доз. В гомеопатическом препарате нет никакой концентрации самого препарата. А есть там по-вторых, так скажем, содержаний, да? Ну, если они там есть. С точки зрения современной науки нет никаких доказательств того, что в препаратах гомеопатических есть хоть что-нибудь, кроме сахара, этилового спирта и воды. Собственно говоря, там ничего нет, ни на каком уровне. Пытались находить и эту информационную составляющую тоже. Никаких отклонений в магнитном поле препаратов также не было зафиксировано никакими приборами. И если кто-нибудь скажет, что это прям какие-то совсем микроскопические данные, да, то есть что препараты мы еще не достигли того технического уровня, чтобы улавливать, напомню, что в Европе работает целый большой андронный коллайдер. То есть мы уже можем сталкивать какие-то элементарные частицы, но при этом до сих пор не можем найти информацию о гомеопатии. Ну, они же, видите, как ссылаются на, так скажем, когда воду исследовали, да, там, на такую музыку, такую музыку, что строение клеток или как там, что там, ну, то есть разница, да, одно красивое, другое некрасивое и так далее. Хотя была прекрасная, я вам рассказывал про ученого, который повесился, была еще одна история в середине 80-х. Один очень известный тогда французский ученый в своей лаборатории провел исследование, опубликовал статью, что гомеопатия работает, после чего его несколько раз проверили, и после чего он перестал быть ученым. Об этом есть фильм, снятый в BBC, ну, просто он занимает примерно полчаса фильм, поэтому, если хотите, я вам его скотирую. И что является самым опасным в гомеопатии? Не знаю. Отложенное лечение. Правильно. Человек, который принимает гомеопатическое лечение, в этом моменте не лечится на самом деле. И это является самой главной проблемой. И тело успешно? Ну, тело успешно можно лечиться. И второе, что у нас есть, это те самые иммуномодуляторы. В чем проблема иммуномодуляторов? Проблема иммуномодулирующей терапии заключается в том, что в нашей стране по закону почти все препараты, ну, или по крайней мере, по практике, можно купить в аптеке без рецепта. И поэтому очень много препаратов покупается людьми по собственной инициативе, или они назначаются не теми специалистами, которые должны назначаться. Например, по статистике, препараты, которые действуют на иммунитет, чаще всего назначаются лор-врачами, а меньше всего иммуномодулами. Почему-то. Еще одна загадка. Сколько в России зарегистрировано препаратов, влияющих на иммунитет? Ну, вы сейчас только что называли, как бы огромное такое количество. Да, я не знал. Ну, это вот витамины, да? Ну, нет. Витамины – это витамины, а препаратов сколько? Да откуда? Вот, 468. Да. 468 препаратов, которые что-то делают с иммунитетом. Обычно они его поднимают. Каждый раз я спрашиваю, что, откуда мы его поднимаем и куда потом ставим. Это самый большой… Какой-то мешочек в теле, с иммунитетом, наверное. Итак, люди часто слышат такую фразу, что у вас снижен иммунитет. Возникает очень простой вопрос. В любом основании некий доктор или не доктор делает такой вывод. Были сделаны хоть какие-нибудь исследования на тему иммунитета. Ну, например, вот такое исследование. Это очень простое исследование. Или, например, вот такое исследование. Чуть-чуть посложнее, но тоже достаточно простое. Или, если уж совсем говорить серьезно, то какие-то основания про сниженный иммунитет можно сделать вот по такому анализу. То есть специфические какие-то исследования, это не общая анализ? Совершенно верно. Это очень специфические исследования. И даже вот такое исследование состава иммунитета, так сказать, на самом деле говорит нам не очень много. И точный диагноз про иммунодефицит можно поставить только с помощью вот такого страшного исследования, а именно расшифровки гена человека. И люди, которые в состоянии правильно прочитать расшифрованный ген, расшифровать ген не очень сложно, берете в тысячу долларов пробирку, отсылаете свой ДНК в Китай, и через месяц вам придет несколько гигабайт, если не терабайт информации про ваш ген. И вы ничего не поймете из этого. А люди, которые умеют прочитать вот эту, скажем, пара сотен, может быть, на весь мир, называются эти люди биоинформатики, они даже не врачи. Это такая помесь математиков, статистиков. А что это в университетах не учат, расшифровывают? Учат, но это учат не в медицинских университетах, это вообще не медицина. И, собственно говоря, если мы говорим о серьезных нарушениях, о настоящих, реальных нарушениях в иммунной системе, то они бывают, грубо говоря, четырех видов. Нарушение Т-клеточного звена, нарушение Б-клеточного звена, дефекты фордицитоза и дефекты системы компонентов комплиментов. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, ну, вот эти два встречаются довольно редко. Примерно 80% иммунодефицитов принадлежит дефектам клеточного и деморального звена. И вот это вот, так сказать, по верхам название разделов в учебнике по иммунологии, какие бывают иммунодефициты. Это не то, что там у вас сниженный иммунитет, давайте что-нибудь выпьем. Это серьезное дело. Итак, какие они бывают? Ну, они бывают, как и все болезни, первичные, то есть врожденные, и вторичные, то есть приобретенные. Если мы говорим про взрослых людей, то обычно все-таки это вторичные дефекты, приобретенные. Это либо дефекты, ну, дефекты ухода за ребенком, либо человек сам к себе плохо относится, ходит по улице раздетый, неправильно питается или вообще не питается. Хронические длительные бактериальные вирусные инфекции, которые истощают организм. Паразитарные инвазии, которые также истощают организм. Массивные кровопотери, например, вследствие травмы, когда вытекает много крови из человека, и человек теряет иммуноглобулиные лимфоциты. Массивные ожоги. Заболевание почек, когда теряется белок через почки. Ну, и старческий возраст, как бы замедляются все процессы в человеческом организме. Ну, и самый известный вторичный иммунодефицит, это, собственно говоря, синдром приобретенного иммунодефицита, который вызывается вирусом иммунодефицита человека. Передается, как бы. Да, и передается половым путем. Первичные, то есть врожденные иммунодефициты, как я уже говорил, бывают клеточные, деморальные, система фагоцитоза и система компонентов комплиментов. Если мы говорим про дефекты клеточного звена, то это очень тяжелые дефекты. Это дети, которые проявляют иммунодефицит на первом, максимум, втором году жизни. Ну, в основном. И это выглядит как неспособность противостоять инфекционному заболеванию, и они живут в основном в реанимациях, им требуется обычная трансплантация костного мозга, и это не тот ребенок, который жил-жил, а потом внезапно у него снизился иммунитет, давайте вставим ему какую-нибудь свечку. Нет, это тяжелые дети, тяжелые пациенты, и с ними нужно много работать. Кого же можно встретить на улице? То есть люди, которые садятся. Это дефекты деморального звена. Это те дефекты, которые встречаются довольно часто. И те дефекты, которые не убивают человека, но снижают очень сильно качество его жизни, делают его инвалидом. Например. Но человек может жить с этим, не думая про иммунодефицит, как это было, собственно говоря, в тысячелетии до того, как появился иммунология. И поскольку иммунитет – это очень сложная система, это не какой-то там орган, который забарахлил, мы все говорим, о да, это сердце, боже, это почки. Это сложная система, состоящая из множества органов, через которые проходят родившиеся в костном мозге клетки. И поэтому, поскольку иммунодефицитов очень много разных, они очень по-разному проявляются, и у нас нет маркера одного на все эти разные заболевания, то педиатры всего мира, иммунологи договорились о том, что существуют признаки, не специфические признаки иммунодефицитов. То есть это фактически не признаки даже самого иммунодефицита, а те признаки, те причины, по которым пациента нужно отправить к иммунологу, чтобы делать те анализы, которые я показывал чуть раньше. Семейный анамнез, то есть, возможно, ранние смерти от инфекционных заболеваний, то есть на первом году жизни у этих родителей. Частые гнойные атиты-синуситы, больше двух пневмоний за год. Минимальный эффект антибиотикотерапии. Всем помогает в такой дозе, этому не помогает в такой дозе, нужно больше. Либо нужны внутривенные антибиотики. Какие-либо осложнения при вакцинации. Здесь важно помнить, что большая часть осложнений при вакцинации появляются из-за неправильной вакцинации, неправильного самого процесса. Например, ребенок часто болен, когда его прививают, чего не должно быть. Отставание в развитии. Децидивирующие тут абсцессы, это клиенты-хирургов постоянно, что-то где-то вскакивает, им нужно тренировать. Тяжелые инфекции, не обязательно пневмония. Кандидоз ротовой полости, нарушение пищеварения в виде поносов и атипичной инфекции. То есть, когда человек заболевает от нетипичных возбудителей. Никто от этой бактерии не заболевает, а он почему-то заболевает. Нужно понимать, что болеть это абсолютно нормально. Человек должен болеть. Потому что вокруг нас тысячи видов бактерий, если не десятки тысяч. Сотни вирусов, сотни грибов, паразитов, прионные болезни. То есть, белки, от которых, воприней, живые, от которых можно заболеть. А также есть куча рукотворных опасностей в виде разных всяких вещей, которые сделаны человеком, которых нет в природе. Пластики, например, какие-нибудь наноматериалы. Очень много всего. И, естественно, окружающая среда, которая тоже подверглась большому изменению стороне человека. Если мы исключили иммунодефицит, собственно говоря, вопрос, который задают всегда врачи. Хорошо, нет иммунодефицита, но ребенок болеет, взрослый. Почему это происходит? Ну, происходит это, может, по очень разным причинам. Это могут быть аденоиды, то есть, разросшаяся ткань ротовой полости, которая является очагом хронической инфекции. Это могут быть циркулирующие герпес вирусы, которые постоянно активизируются. Человек болеет не из-за того, что у него проблемы с иммунной системой, а из-за того, что у него вирусы, их надо полечить. У него могут быть какие-либо пищевые непереносимости. То есть, он не способен переболить какую-то пищу, и все это почему-то воспринимают как проблемы с иммунитетом. Или, например, у человека есть аллергические заболевания, которые в силу естественных причин, особенно бронхиальная астма, могут учащать инфекционные эпизоды. Но все это, надо помнить, не является, не имеет отношения к иммунитету напрямую. Это проблема в других органах, в других тканях. У вас там еще был цитомигаловирус, да? Да. Ну, это тоже герпес вирус. Что вы вообще про него можете сказать? Я так как бы не поняла совсем. Это все герпесы. Герпес 1, 2, 6, 8, Эйфштейнбар вирус, цитомигаловирус. Это все герпес вирусы. Это просто циркулирующие в человеке вирусы. Именно это... Просто борьба с вирусами – это совсем отдельная тема. То есть человек у нас, имеется в виду в данном случае, имеется в виду человека, у которого полноценно функционирующая иммунная система, но у него он заражен вирусом. Поэтому нужно... Ему бессмысленно как-то укреплять иммунитет. С иммунитетом все в порядке. А вот мононуклеус, я никогда не слышала вырасти в троих детей, а сейчас вот так вот то одного, то у другого. То есть это что? Это инфекция? Отдельный... Да. Это отдельный тоже разговор. Но с иммунитетом связано? Ну, он может иметь последствия с иммунитетом, но обычно нет. Это доброкачественное заболевание. Простите. Что я хотел сказать? Да. Итак, поскольку у нас есть множество ситуаций, когда иммунитет не при чем, но при этом человек часто болеет, то многие люди, в том числе, к сожалению, доктора, начинают сваливать на иммунитет, потому что это проще всего, на самом деле. Потому что если у нас есть, например, герпесы, то с ними надо... Ну, вирусы. С ними надо долго и муторно бороться. Если у нас есть аденоиды, то их надо вырезать, а родители просят, или они вырастают. У нас есть какие-нибудь рефлюксы астрозофагиальные, да, которые тоже надо чего-то лечить. А что такое рефлюкс? Рефлюкс – это обратный заброс. В данном случае заброс с кислого задерживаемого желудка в щелочную среду пищевода и ротовой полости. А какая доля причин заболеваемости этой относится к иммунодефицитам и какая как всего остального? Вот это все не иммунодефициты. Я понимаю, но вот сколько проблем из-за иммунодефицита, а сколько из-за вот этого всего остального? Очень сложно сказать, но, к счастью, иммунодефицитов очень мало. Иммунодефициты встречаются в среднем один на тысячу человек живущих. При этом иммунодефициты, которые как-то влияют на жизнь человека, именно первичные иммунодефициты, примерно один, наверное, на 10 тысяч. Все остальные люди, скажем прямо с точки зрения иммунолога, здоровы. Итак, придуман специальный диагноз, который называется ЧБД, часто болеющие дети, на который все все сваливают, очень любят сваливать. Диагноза такого нет, никогда не было, никогда не будет, я надеюсь. И поэтому этот диагноз несуществующий. И поскольку он несуществующий, то лечат его несуществующими методами лечения. То есть, теми самыми иммунодуляторами, той самой гомеопатией, какими-либо верованиями, методами Фолля, очень известный, популярный метод. Некоторые увлекаются ведами и многое-многое-многое другое. Очень разного всего много, чего не имеет отношения к реальной современной медицине. А на самом деле диагноз ЧБД, если доктор ставит диагноз ЧБД, значит он просто отказывается от своей работы, отказывается от следовать ребенка так, как это положено. И лечить его на самом деле. Какие существуют реальные причины, поводы у ребенка болеть, не имея проблем с иммунитетом? Во-первых, у ребенка есть просто физиологические особенности возраста. Есть особенности, связанные с его возрастом. То есть, это то, что для его возраста является нормой. Например, если помните на том видео, доктор Хаус говорит в мальтере, что она защищает ребенка только первые полгода от своего женского молока. Так и есть вот эта синенькая. То есть, дальше, если продолжается кормление, то уже не работает. О этом я скажу позже. Вот так выглядит количество уровень иммуноглобулинов, то есть тех агентов иммунной системы, которые циркулируют в крови у ребенка, которые он получает от мамы с материнским молоком. А все остальные три графы, это как он начинает вырабатывать собственные. И вы видите определенную зону, где есть провал. И это является физиологической нормой. Да, действительно, дети болеют чаще, чем взрослые. И это обусловлено особенностями их возраста. Как это выглядит в реальной жизни? Обычный ребенок, ему годик, либо два. У него обычные нормальные здоровые молодые родители. Никаких наследственных заболеваний, особых пороков нет. Заболеваний нет. Все хорошо. И вдруг он заболевает. Что сразу с ним начинают делать? У него повышать с опературы и так далее. Вызывают участкового педиатра, назначают ему, понятно, чтобы он лежал в постельке, пил, ел. И дальше все упирается в ту самую фармакотерапию, вокруг которой и много копий сломано. Назначают ему много-много всего. Как я уже говорил, больше всех назначают норм-врачи, меньше всех назначают иммунологи. Каковы истинные цели у фармакотерапии при ОРВИ? Улучшение качества жизни пациента без спорта. То есть это то, ради чего мы, например, принимаем парацетамол. Парацетамол не лечит простуду. Снимает симптом, который мешает нам жить. Просто высокая температура мешает, ломота в суставах мешает. Мы это убираем. Лечение головы мамы или бабушки. Ребенка нужно оставить в покое, а родители очень хотят ему что-нибудь сделать. Поэтому можно дать что-нибудь бессмысленное и безвредное для того, чтобы родители были чем-то заняты. Желательно круглосуточно. Очень важно, мы предотвращаем либо как минимум снижаем риск каких-либо осложнений. Чтобы ОРВИ не перешел в бронхид, бронхид не перешел к неймонию и так далее. И сокращение сроков основного заболевания. Но это довольно спорный вопрос. Сокращаются ли реальные сроки основного заболевания? Потому что, как сказали, написано выше, как сказано было очень умными людьми. Лечи, не лечи, все равно неделя. Итак, как я уже сказал, симптоматическое лечение в основном. Но есть вот это вот то самое популярное иммуномодулирующее лечение. Когда пытаются то ли поднять иммунитет, то ли еще что-то с ним сделать. Вообще термин иммуномодуляция сам к себе неправильный. Есть три варианта, что можно делать с иммунитетом. Его можно активировать, его можно подавить, его можно откорректировать. Ну и, соответственно, это можно применять в островлечении или в профилактике заболевания. Да. Последующее. Когда мы... В чем вообще задача иммунной системы? Иммунная система нужна для того, чтобы ограждать организм от опасного для этого организма. Правильно? Правильно. Кто определяет, опасно что-то для организма или нет? Бактериолог. Сама иммунная система. Сама и определяет. Если иммунная система будет слишком активна, если она будет принимать не опасное за опасное, мы можем получить кучу проблем в виде аутоиммунных заболеваний. Например, человеку пересаживают органы, почву или печи. И ему подавляют иммунную систему. Для чего? Для того, чтобы иммунная система не отторгла орган, он чужой ей. В этот момент мы принимаем, используя иммуносупрессию. Ну а представьте, что иммунная система настолько активна, что она принимает свою почку чужую. Что тут? Да? Или есть коррекция, поскольку в некотором возрасте, а также у беременных женщин и в младшем возрасте у детей есть связанные просто с этим состоянием небольшие перекосы иммунной системы, о которых врачам обычно рассказываю, которые иногда сохраняются и после того, как этот возраст, либо беременность проходит. Тогда нужно эту ситуацию откорректировать. Николай Иванович Пирогов сказал еще больше ста лет назад, что будущее принадлежит медицине профилактической. И сейчас мы кое-как потихонечку пытаемся в это влезть. Как выглядит современная, как должна выглядеть современная медицина? Четыре пункта. Предиктивное. То есть то знание генома человека, которое у нас возможно, то знание его наследственности позволяет нам предсказать, что может быть с этим человеком. Предупредительное. То есть предотвратить те возможные факторы риска, которые есть. Этим в основном занимается профилактика. То есть в первую очередь, конечно же, вакцина профилактика. Партиципаторная. То есть не как раньше. Доктор скомандовал, все побежали делать. Пациент является полноправным участником лечебного процесса. Он должен понимать, что он делает и зачем он это делает. К сожалению, советская система не очень предполагала понимание пациента происходящим. И из-за этого сейчас очень много проблем, когда врач говорит все правильно, но не считает нужным, либо не имеет возможности времени объяснить пациенту суть процесса. И пациент отказывается делать что-либо, потому что не понимает зачем. И персонализированное, то есть индивидуальный подход. И это отличается от того индивидуального подхода, который был в той же самой уже упомянутой советской медицине. Там все было хорошо в соответствии с теми знаниями, которые были тогда. Сейчас знаний гораздо больше, и подход снова становится персонализированным, но уже на основании доказательной медицины, а не той медицины, которая была раньше. Какие существуют реальные мероприятия, там настоящие, по сохранению и мифическому поднятию иммунитета. На самом деле их не так много, они все известны. Грудное вскармливание, вакцина-профилактика, избегать опасностей, не нужно гулять в скверике у туберкулезного диспансера, да? Режим жизни, правильное питание, витаминотерапия и правильные физические нагрузки. Потому что современного человека их дороги мало, скажем так. Два года рекомендуется кормить грудью по самым последним научным данным. Давно врачи смеялись, когда я столько кормила. Вы можете показать им рекомендации UNICEF от 2015 года. По предыдущим рекомендациям, например, очень строго рекомендовалось кормить год, а второй год был, как написано в инструкциях, по обоюдному желанию матери и ребенка. Итак, что такое режим? Казалось бы, все просто, но на самом деле, посмотрите, все ли из этого вы исполняете. Ложиться спать надо в тот же день, когда вы проснулись. Это важно. Спать от 6 до 9 часов. Каждый человек индивидуален, это понятно. Кто-то спит 7, кто-то 8, кто-то 9, кто-то 10. Но в среднем обычный человек должен спать от 6 до 10 часов. И меньше, и больше – вредно. Нужно гулять хотя бы иногда. И по возможности избегать стресса. Диета. Ей захотелось. Последние 30 лет произошли очень большие изменения в рационе человека. Очень большие. Появился фастфуд. В 80-х годах появился фастфуд, что очень коренным образом изменило ситуацию. С одной стороны, практически решена проблема голода. Земля стала тяжелее. Но при этом появилась проблема ожирения. На самом деле, если мы возьмем все медицинские проблемы планеты, то на первом месте по медицинской проблеме является проблема недоедания до сих пор. На втором месте по проблемам является проблема ожирения. То есть, понятно, что первая часть больше относится к Африке и Азии, вторая часть больше относится к Западной Европе и США. Витаминотерапия. В Москве очень мало солнечных дней. Кто-то говорит 80, кто-то говорит 72. В среднем очень мало у нас солнца. Солнце – это витамин D, который нам необходим. Поэтому, пожалуйста, витамины в основном поступают в организм с пищей. Поэтому, если у вас пища вот такая, то витамины там… Его на солнышке подержать надо. Точно. Витамины плохо усваиваются. Именно поэтому, если вы берете мультивитаминные комплексы, то там очень часто написано, что в одной капсуле 200-300% одневного рациона. Почему? Потому что витамины, еще раз, плохо усваиваются. Вы бьете 300%, получаете 30%. А в пищу, которая поступает? Витамины очень сложно передозировать. И поэтому смело пейте мультивитаминные комплексы и особо не утруждайте в подсчетах витамины. Не болейте. Да. Физические нагрузки. По современным, вот самым последним данным, отмели в сторону вот этот спортзал. Спортзал сейчас не является основной рекомендацией докторов. Основная рекомендация вот такая. 10 000 шагов в день является оптимальной физической нагрузкой, необходимой любому человеку. Нормально. Спортзал не является заменой вот этого. И, собственно говоря... Но имеется в виду, что вот такие шаги-то, это, видимо, все-таки на природе как-то на воздухе? Или в спортзале вот шагает человек? Не видит значение. А, вообще нет. Понятно. То есть сам этот самый механизм вот движения. Точно. Не, ну вдруг только на природе, понимаешь, тогда наконец-то вообще. Да. На солнышке, наверное. Так. И чем я хочу закончить, пожалуйста, то, с чего мы с вами начали. Никакой волшебной таблетки не существует и не будет существовать. Как хорошо. Сложное. Не помню, кто это сказал, мне очень нравится. Любая сложная проблема имеет простое, понятное, неправильное решение. Поэтому, пожалуйста, никаких супер таблеток, а режим дня, режим питания, физические нагрузки и побольше радости. Спасибо. Вам спасибо. А вот аллергия и вторичные иммунодефициты, как они связаны? Может ли аллергия ухудшить состояние при вторичном иммунодефиците или при вторичном иммунодефиците запустить аллергию? Или ухудшить ее? Или там вообще никак нет? Так, прекрасный вопрос. Спасибо. Спасибо вам. Какой из вторичных иммунодефицитов мы имеем в виду? Любой. Вы указали. Нет, я не имею в виду ВИЧ, я имею в виду вот эти, которые мы сами себе сделаем. Смотрите, аллергические реакции – это тоже часть работы иммунитета, иммунной системы. Не все, но большей частью. Поэтому, конечно, есть связь. Может ли аллергия привести к иммунодефициту и иммунодефициту к аллергии? Скорее, нет. Вообще, аллергия, так если совсем по-честному, это не заболевание вообще. Аллергия – это особенность организма. Особенность организма в виде гиперчувствительности этого организма к чему-либо обычному. Рассматривать сейчас, в силу разных причин, в основном, конечно, из-за цивилизации и ее продуктов, количество аллергиков стремительно растет. И их уже столько, у нас уже столько, что уже сложно сказать это болезнью. Это особенность организма, которая приводит к особенностям жизни. Не более того. Аллергия не может быть вылечена. Аллергия может и должна быть контролирована. Должна быть под контролем. Что это значит? Это значит, что у человека, если есть, ну, например, бронхиальная астма, как одна из крайних степеней самых опасных проявлений аллергии, поскольку это жизнеугрожаемое состояние, то, по большому счету, сейчас мне, как аллергологу и иммунологу, как человек, который постоянно приходит с астмой, не имеет никакого значения. Астма легкая, тяжелая, средняя. Все равно. Есть один важный момент. Она контролируемая или неконтролируемая? Если астма является контролируемой, у человека просто нет обструкции, нет проявления астмы. И тогда она может быть очень тяжелой. Просто проявлений-то нет, соответственно, и беспокоиться не очень. И вот для того, чтобы проявлений не было, у человека в жизни происходят некие, ну, особенности. Там он носит в сумочке с собой, возможно, какой-то препарат. Или в какое-то время в году, весной, он пьет какие-то препараты, да, для того, чтобы прослактировать осложнение, осложнение, обострение, да, астмы. Но в остальном это высший человек, который живет абсолютно нормальной жизнью. И вся аллергология, вся медицина, фармакология в том числе направлена на то, чтобы контролировать любую, даже самую тяжелую, даже самую острую аллергию. То есть есть, например, люди, у которых в основном это мужчины с большим стажем курения, у которых курением разрушены легкие. И на эти легкие еще садится вот эта гиперчувствительность, то есть у них астма, у них гиперреактивные мелкие бронхи в разрушенных легких, да. Даже этим людям можно помочь, потому что есть специальные препараты, отдельные для них, которые не дают обструкции проявиться, не дают проявиться астмы. То есть это не лечение самой астмы, это контроль обострения. Поэтому, по большому счету, все может быть, поскольку в организме все взаимосвязано, но рассматривать аллергию как болезнь, мне кажется, уже не очень правильно сейчас. А лечение астмы возможно? Можно попытаться с помощью специфической иммунотерапии попробовать снизить чувствительность организма к тому или иному аллергену. Существуют достаточно давно и успешно препараты, как раз именно, в отличие от гомеопатии, минимальные дозы именно аллергенов вводятся в организм человека либо в инъекции, либо... То есть по типу вакцины, да? Ну, что добавить? Ну, нет. Вакцина – это приобретение иммунологической памяти вакцины, вакцина-профилактика. Здесь мы даем человеку аллерген в малых дозах, но уже нет, уже давно живых вакцин нет. Здесь мы даем человеку аллерген в очень малой дозировке, чтобы организм к нему привык, то есть снизил чувствительность, меньше реагировал. А сейчас в роддомах, например, от туберкулеза та же прививка, она уже не живая? Нет, живых прививок уже нет. Все прививки, конечно, разные, но живых прививок уже нет очень давно. Поэтому вакцина-профилактика – это отдельная тема для рассказа и такая большая боль. Так вы же у нас сегодня. Могу сказать так, что в настоящий момент реальных причин отказа от вакцины-профилактики очень мало. Даже люди с иммунодефицитными состояниями должны прививаться. И не просто могут, а должны в первую очередь. Вакцина-профилактика – это дополнительная защита. И если, когда мы говорим, у человека снижен иммунитет, иммунодефицит, и поэтому мы его не будем прививать, в переводе на русский язык это означает у человека проблемы, поэтому мы его не будем дополнительно защищать. Глупости. Просто разным людям, возможно, нужны разные вакцины. Вакцины просто другие, но все равно нужны. И, конечно, существует при вакцинопрофилактике есть риск – это серьезное дело. Есть риск осложнений. Но этот риск – риск осложнений, инвалидизации и даже смерти. Но этот риск просто несоизмеримо ниже риска человека инвалидизироваться и умереть, не будучи привиты. Те, кто говорит обратное, врут – это просто вранье, что вакцины приводят к большим осложнениям, чем их отсутствие. Это неправда. И все люди, которые являются антивакцинаторами, лидерами этих антивакцинаторских движений, каждый раз давят на эмоции. В их словах практически никогда, либо просто никогда нет фактов. Они говорят – вот какой-то ребенок укололся, у него раздуло ухо. Вот фотография. Показывают фотографию уха. Чье это ухо? Почему оно раздуло? Как это связано с прививкой? Никакой информации. А вот после мононуклеоза, то есть на что надо обращать внимание? После мононуклеоза лабораторно, именно лабораторно, очень до двух лет занимает восстановление параметров иммунной системы. Поэтому мы же не смотрим, мы же лечим не анализы, правильно? Мы смотрим у человека. Если клинически у человека все хорошо, а по анализам не очень, что мы делаем? Мы его наблюдаем, мы смотрим, приглашаем его через полгода как-то вместе с участковым доктором, как-то плотнее контролируем. Но если нет клинических проявлений, то мы, собственно говоря, ничего не делаем. Ну, мы не успокаиваемся, мы контролируем, да? Но не более того. Существует, смотрите, вот в анализе, в любом анализе, что такое норма? Норма – это усредненный показатель несуществующего человека, да? То есть нет такого человека с нормой. Все люди все-таки хоть и одинаковые, но тем не менее разные. Есть особенности, есть люди, у которых по анализам они вообще жить не должны. Они почему-то живут, и у них все хорошо, да? Поэтому анализ не может быть оторван от пациента. Никогда. Когда я учился, у нас на кафедре рентгенологии был такой вопрос. С чего мы начинаем просмотр рентгеновского снимка? С чего? Со сбора анамнеза, да? Что? Сначала, что за человек? И только потом снимем, да? Поэтому здесь то же самое. Повторяю, по анализам у детей после мононуклеоза применененного достаточно долго восстанавливаются показатели, мы не должны этого бояться. Мы должны смотреть на клинику человека, как он себя чувствует, как он живет. По поводу иммуномодулятора я хотела спросить. Понятно, что исследований очень мало, тем более низкого качества обычно. Но если педиатр в качестве психотерапии назначает иммуномодулятор, он сильно рискует или все-таки это оправданно? Смотрите, существует, грубо говоря, у меня в голове есть такая своя собственная классификация иммуномодулятора. Это средства, которые влияют на иммунную систему. У них четыре вида. Первая группа – это иммуноглобулины человека, которые мы берем у здоровых людей и переливаем до тех, кого его не хватает. Это цитокиновая, антицитокиновая терапия. Это тяжелые госпитальные препараты для онкологии, гематологии, иммунологии, которые, вы не знаете, как называются, в аптеках они не продаются и так далее. И вот у них прекрасные клинические исследования. Мы знаем, как работают, кому их нужно начать, когда. Сколько. Сколько, да. Это очень серьезные, полноценные препараты. Но это не те препараты, которые вы имели в виду на самом деле. Хотя, в первую очередь, это они. Иммуностимуляторы. Они не обязательно стимуляторы. Они могут быть супрессор или корректор. Нет, я имею в виду те, которые едят. Теперь те препараты, которые проводятся в аптеке. Осталось три группы, да. Первая группа – это гомеопатические препараты, да. Они у нас в стране зарегистрированы как лекарственные средства. Поэтому и они относятся туда. Это всякие рода вещества, препараты, которых ничего нет. Они не работают и, по большому счету, препаратами не являются. Именно их часто назначают в качестве психотерапии. Третья группа препаратов – это группа препаратов бактериальных лизатов. Их довольно много. То есть препараты, которые берут самые известные бактерии, которые являются известными нам возбудителями, там тоже РЗ, рубят на мелкие кусочки, приготовят из них препарат и дают человеку для активации специфического иммунитета. Эти препараты работают. Понятно, как они работают. У них есть свои особенности. Их очень часто используют неправильно. Их назначают, когда человек остро болен, а они все-таки должны больше применяться для профилактики. Нет смысла активировать иммунитет специфически тогда, когда человек уже болен и он уже активирован и так. И последняя группа, самая вот эта вот опасная группа – это препараты, те самые всякие индукторы энтерферонов и так далее, и так далее. Активаторы разного рода неспецифического иммунитета, они опасны тем, что… Ну, их делают довольно серьезные люди, серьезными целями. Это биологи, всякие биохимики. И поэтому эти препараты могут даже действительно активировать именно специфический иммунитет. Но хотим ли мы этого? Потому что мы точно не знаем, как сильно они… Работают ли они вообще? Как сильно они работают? Как долго они работают? Какие отдаленные последствия того, что… А привыкаешь к иммунитету? Ну, они все очень разные. Но вообще обычно нет. Не болейте. Вот, достаточно.